Дороги на фабричном проезде Такие же работы проведены на улице Трудовой Подобные дефекты находят с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» После чего заносят в специальную программу, где устанавливают конкретные сроки на их устранение На каждом подъезде установлена камера Она помимо безопасности еще и выявляет дефекты содержания территорий То есть неровности асфальтового покрытия И эти дефекты все поступают в единую систему И мы отрабатываем Всего в этом году с начала теплого сезона В Ивантеевке специалисты МКУ «Тарасовская» устранили порядка полутора тысяч подобных дефектов В городе Пушкино более трех с половиной тысяч Антон Бутовец, Александр Корнеев, Мария Головачева и Анна Белова Новости Большого округа Напомнить о безопасности никогда не бывает лишним Особенно если это касается правил поведения на такой зоне повышенной опасности, как железная дорога Как себя вести, что нельзя и что можно Об этом поговорили с учащимися 3-го корпуса образовательного комплекса номер 2 в Заветах Ильича В актовом зале собрали сразу несколько классов С 7-го по 11-й В учреждения приехали представители РЖД, линейной полиции И административно-пассажирской инспекции Московской области Такие мероприятия проводятся часто Каждую неделю мы в какой-либо школе бываем, да, разговариваем с детьми разного возраста И с малышами, да, там своя программа для малышей, для взрослых своя программа, да То есть для чего это нужно? Чтобы объяснить детям, как себя вести, чтобы они были в курсе, чтобы они были осторожны Чтобы они знали, что железная дорога – это зона повышенной опасности, да, как там себя вести И с ними ничего не случалось Кроме того, школьникам рассказали, каких ждут последствия за правонарушения Какие меры предпринимаются и какая будет ответственность Обо всем подробно пояснил инспектор по делам несовершеннолетних Подростки зачастую боятся даже не столько родителей, сколько что их поставить на учет Они очень сильно переживают за свое будущее, несмотря на то, что совершают правонарушение Но зачастую подростки чаще всего говорят, что хотели сократить время или путь, или сэкономить на билетах Все-таки взрослые уже намеренно идут на этот шаг, а подростки все-таки в виде спешки и сэкономленных минутах Для закрепления полученной информации школьникам показали еще и социальный видеоролик про зацеперов Правила поведения на железной дороге простые и понятные, но зачастую многие ими пренебрегают, что приводит к серьезным последствиям Поэтому напоминать людям о безопасности необходимо постоянно Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Новости Большого округа Пушкинскому питомнику исполнилось 85 лет С 1939 года он является одним из старейших предприятий декоративного садоводства в нашем округе Он расположен на 50 гектарах земли и находится на западной стороне Пушкина Поздравить питомник пришли друзья, партнеры, а также постоянные покупатели Пришли люди все, кому нравятся растения и наши партнеры, наши давнешние покупатели, кто часто к нам приходит Озеленители, ну в общем все наши лояльные покупатели Хочу пожелать всем хорошего настроения, здоровья, красоты И с помощью нашего питомника можно эту красоту создать на своем участке и вообще в принципе дома На празднике каждый смог принять участие в различных интересных мастер-классах по обрезке гортензий, черенкованию, а также научиться правильному составлению цветочных композиций Питомнику желаем дальнейшего развития, всем здоровья, процветания, хорошей погоды и мирного неба Ура! Праздник потрясающий, а я счастливая обладательница живучки, а это прикупила для балкона, буду экспериментировать, спасибо Я выиграла классные цветочки, желаю процветания, побольше таких людей классных и побольше всего самого наилучшего, позитивного Кроме того, для детей и взрослых была подготовлена экскурсия по территории питомника На ней сотрудники рассказывали об особенностях и уходе различных растений Еще гостей угощали вкусным пловом и дарили прекрасные песни от музыкальной группы Юлва В конце праздника всех ждали праздничные торты Каждый, кто пришел, смог не только поучаствовать в интересных активностях Приобрести растения, получить подарки, а также провести время в приятной атмосфере и завести новые знакомства Хочу пожелать развития пушкинскому питомнику Работа с растениями очень трудна и сложна, поэтому желаю сил работникам физических Ну и чтобы был хороший урожай, и в общем, чтобы все цвело и пахло, и все было прекрасно Сегодня очень хороший задан вектор, и мне кажется, питомнику надо в таком ключе дальше продолжать, так сказать, в общем-то, и развиваться, и проводить подобные мероприятия Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Лейзер, новости Большого округа Маргарите Чернышовой 13 лет, 9 из которых она занимается художественной гимнастикой в спортивном клубе «Динамо Ивантеевка» В этом году девочка выполнила норматив на звание кандидата в мастера спорта Дважды выступила на соревнованиях под руководством легендарного тренера Ирины Винер Но на достигнутом юная спортсменка останавливаться не собирается Я думаю стать мастером спорта и после этого пойти также на тренера Хочу также помогать детям развиваться и чтобы они достигали таких же результатов Всего в этом году в секции спортивной гимнастики под руководством тренера Екатерины Андрющенко Выполнили норматив на кандидата в мастера спорта 6 гимнасток Среди ее учеников есть и те, кто занимается с ней с самого начала ее тренерской деятельности Они растут, появляются разные сложности, но совершенствуются, конечно, на месте никогда не стоим Но я расту как тренер в первую очередь И, конечно, уже следующие поколения детей, следующие года уже, на мой взгляд, немного больше я могу им дать Нежели первым своим детям Тренер отмечает, что стать настоящей гимнасткой под силу не всем Одного желания здесь недостаточно Ребенок не только должен быть развит физически, но и уметь мыслить в верном направлении Из любого ребенка звезду не сделаешь У нас Алина Кабаева такая, она весь мир одна Поэтому, конечно, посмотрим на физические данные Должно очень много, на самом деле, сложиться Физические данные, вплоть даже до пропорции тела, рост, мозги, родители адекватные То есть очень много факторов В ближайших планах у спортсменок показательные выступления во дворце гимнастики Ирины Винер Которые пройдут в конце октября и станут для них уже третьими по счету в этом году Антон Бутовец, Александр Корнеев, Анна Белова и Мария Головачева Новости Большого округа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин